Сидеть, молодец, так, дай лапу, руку, молодец, умница, Мия, апорт, из купашки, уху, хорошо тебе, ну-ка, дай, 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 нет? Молодец, давай, оп, ну-ка, поймать не может, вот, молодец, умница, давай, вылезай, нет, не хочешь, как ты ныряешь так, я вообще в шоке, ну ты умница, ко мне. Молодец. Доброе утро, если помните, в одном из моих последних видео я показывала свою любимую щёточку от Форео, если кто-то не видел, обязательно посмотрите, и сейчас я хочу показать её в действии, как за 5 минут утром я привожу своё лицо в порядок. Кстати, сразу после первой процедуры я увидела, что кожа очень чистая и сияющая, а после месяца использования у меня пропали чёрные точки на носу, и рельеф, особенно вот подбородочек, стал ровным. Всё просто, наносим умывалку на ворсистую сторону щёточки, она глубоко очищает поры, кожа после неё просто бархатистая, умывалка у Форео есть своя, она мне очень понравилась, поэтому я использую её, а ощущения просто невероятные. Далее, тонизирующий кожу и расслабляющий меня массаж, на ребристую сторону щёточки наносим сыворотку, тоже Форео, кстати, тоже супер классная, она содержит гиалуроновую кислоту, очень хорошо увлажняет, так что присмотритесь. Эта сторона щёточки воздействует на мышечные спазмы, из-за которых появляются заломы и морщинки на лице, расслабляя их, разглаживаются заломы и морщинки, а ещё массаж имеет лимфодренажный эффект, поэтому можно попрощаться с отёчностью. Важно не перепутать щёточку Форео с подделками, иначе вас ждёт разочарование. Отдайте предпочтение оригинальному гаджету, который точно безопасный и качественный, и прослужит многие годы, у них, кстати, есть гарантия. Эффективность будет в разы лучше, это точно, поэтому оставляю вам ссылочку на щёточку, обязательно себе закажите, и всем хорошего дня! Вы знали, что 58% сайтов во всём интернете на английском языке, а вот на русском всего 8, поэтому, если ваш ребёнок не знает английский, он просто теряет доступ к половине информации всей мировой общественности. Поэтому лучшее, что вы можете дать своему ребёнку, это знание английского языка и умение учиться дистанционно в наше непростое время. Мои дети учатся в школе All Right, там очень интересная интерактивная платформа. Уроки проводятся весело и интересно и недолго, поэтому ребёнок всё время заинтересован и в конце урока остаётся довольный. И сейчас я вам покажу, как проходят наши уроки. Ну что, был понравился урок? Да. Да? Как тебе учительница? Хорошая, добрая? Да, хорошая, добрая, прикольная. Ну здорово. Будем ещё заниматься? Да. Ну супер, дай пять. Сколько сегодня звёздочек работало? Пять. А по-английски? Пять. Умничка, молодец! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет! Мы сегодня в Никосии, это столица Кипра. Посмотрите, какая красота! Ощущение, что ты попал в маленький какой-нибудь городок в Европе, старые улочки и велики на прокат! Жалко, что этот забор сейчас весь в строительных лесах и в стрёмном заборе. Очень красиво. Что, прогуляемся? Кто-то кайфует от современных технологий, а я кайфую от таких исторических мест. Как бы тут посмотреть-то? Вау! Просто вау! Проснула руку через решётку вместе с телефоном. Главное, чтобы не провалилась она туда. Посмотрите, что там. Здесь явно реконструкция идёт. Хотелось бы посмотреть после. Нашла очень интересное место. Одни двери. Я сначала думала, что это вход в ресторан, потом я поняла, что это двери-то просто стоят. А может... А-а-а! Нет, это входы. Это всё входы. Просто разные двери. Можно мне одну такую, пожалуйста? Я очень мечтаю, чтобы моя входная дверь выглядела примерно вот так. Красота! Так выглядит эта улочка. Это я прочитать вам не смогу, но выглядит очень классно. А это как раз вход в то место, где я только что была. Двери старые. Город. Небольшая экскурсия продолжается. Это музей, но он только что закрылся. К сожалению, я бы сюда сходила. Как вам на косе? Вот и местная коса, в которой мы кушаем. Зачем чуть левее. Здесь почему-то никто не сидит. Белла! Жарко, да? Да, в Никосии море далеко, поэтому очень жарко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Менежмеди не боятся. Ты как прыгни к утвое лицо. Там же фильм, наверное, в конце. Продолжение следует... Продолжение следует... Я расскажу сначала небольшое предусловие, о чем я думала последние пару лет. О том, что мечта каждого человека — это найти себя и заниматься именно тем, что приносит удовольствие. То бишь совместить и хобби, и работу. И чтобы твое хобби, твое увлечение приносило тебе прибыль. Я долго думала над тем, что же мне действительно нравится и как можно это монетизировать. Говорю честно, потому что, ну, вы сами все понимаете, да? Вот поэтому я замутила кое-какой проект, о котором долго, честно говоря, думала. Я надеюсь, что вы его оцените и вам он действительно понравится. В общем, сейчас я покажу. Давайте сделаем его. Пока временно убираем медведя подальше. Кладем вот такой вот бантик от шарика. И он у нас будет вот так вот на веревочке находиться. Вещь на ноге находится. Что же не хватает нашему винипуху? Смотрите, какая красота у вас получается. Я в восторге. Умнички, молодцы. На видео он все подробно обрежняется, как рисовать, чтобы ребенок смог повторить. Каждый выбирает свой цвет. Получается, у всех по-своему и у всех очень красиво. Большие молодцы, я тоже хочу. Ну что, наши рисунки готовы. Ух ты! Очень красиво получилось. Спасибо. Ну, вам понравилось? Да, очень хорошо. Дети, а вам вообще в курсе, что это онлайн-школа рисования моя? Серьезно? Круто. Да. Да, это не зря у меня обратила внимание, что здесь в Артску написано. Это не одна фамилия, это я специально для вас старалась, потому что я знаю, как вы любите рисовать. Спасибо. И поэтому решила сделать вам такой подарок. Ну и себе. Я, конечно, тоже, Белла, показываю свой рисунок скорее. Ну вот это да! Красота такая получилась. Можешь потом, если хочешь, фон еще сделать. Да, конечно. Давай показывай. Дедуля тоже любит рисовать. Вы думали, в кого я такая? У тебя прям прохочный рисунок. Да, я вообще-то своего папу люблю рисовать, и мои детки тоже. Создайте с трех раз, кто помог мне создать онлайн-школу рисования. Ну, конечно же, мой брат. Мы вместе с ним искали профессиональных художников, которые интересно запишут для разных возрастов видеоуроки, чтобы они объясняли все подробно, чтобы ребенку не было скучно, и он мог сидеть, рисовать и узнавать полезную информацию. Также мы искали программиста, который создаст нам хороший сайт, где можно будет и оформить ежемесячную подписку с доступом ко всем видеоурокам, и распределить все уроки по тематикам и по возрастам, потому что там возраста от 4 до 14 лет. Ну, вы можете свайпнуть вверх, перейти по ссылке, и увидите все своими глазами. Вот. И еще я считаю, что рисование — это очень важно. Во-первых, это развивает усидчивость, это развивает творческое начало. Я помню, что в русской школе Митю не раз ставили не очень хорошие оценки за его рисунки. За его рисунки я очень расстраивалась и злилась на таких учителей, которые отбивают у детей желание творчески развиваться, рисовать. Зачем так делать? И я решила Мите помочь. Я решила помочь всем детям, у которых есть желание научиться рисовать, развивать себя творчески, да вообще, в принципе, проводить свое время свободное с пользой. И кто, как и родители, должны своим детям в этом помогать. Так что свайпайте вверх! Я вам вложу сюда с ноги, и чувствую, что ты прям сгинаешься. О, все, начинается. Здравствуйте. А вы что тут делаете, а? Что ты делаешь, толстяк? А? Брошь, толстяк. Мартин! Я знаю, что ты не спишь. Давай. Мартин! В смысле? Мартин, уходи! Слезь со шторы. Ну ты извини, конечно. Но это штора все-таки. Слезай! Мартин, слезай! Слезай! Просто наглость. Давай, давай, дуй отсюда. Юлечка, чтобы ты знала, у меня каждая минутка для тебя свободна, поэтому будет время, набирай хоть сейчас. Как раз, когда я в таком шикарном виде привожу себя в порядок после нюхи. Ты ошибка. Хоч